Соскучились? Я тоже. Я очень соскучилась. Я выздоровела наконец-то. Не болею. Только я собралась с Ромой в кино идти. А вы его на Сейшел отправили. Что это островитяне его забрали? А у меня сегодня вечер свободный. Реально. Если ты сейчас включат плазму, ты скажешь, Ром, вечер свободен, готова с тобой пойти в кино, он прилетит. Он знал, что у меня сегодня вечер свободный. И улетел, да? Да, и улетел. Негодяй. Значит, так хотел. Жень, вот иногда ты можешь говорить. Хорошо, да, вы на свадьбе погуляли? Ты имеешь в виду нас или Рому? Ну, мне Рома рассказал, у меня даже есть голосовые сообщения от него, что круто отдохнули, и вот опять все ведущие наговаривают, что мы типа были с Ирой. И участники опять клевещат. Ты же знаешь, что ничего не может быть. Нас отправили в силу, если бы я мог, я бы не летел. Отправили куда, на балкон или на Сейшелу? На Сейшелу. А что там на балконе было? Ну, расскажите мне. Мы ничего не знаем. Саш, можешь сказать? Если бы это обсуждали, я все равно это все узнаю из эфиров. Нет, мы ничего не обсуждали. Йося! Как говорится, то, что правда у каждого своя, правильно? И порой просто правда не всегда приятная. Я думаю, тебе правда это не нужно. Главное, что Рома по-прежнему любит тебя и хочет быть с тобой. Саш, можешь мне сказать? Нет, ты можешь. Заученный текст. Слушайте, ну я со мной посмотрю эфир. Я сейчас сразу после лобного места все это узнаю. А в эфире ничего нет. В ночном эфире. О чем вы обсуждали? Вы же это обсуждали на лобном? Нет. Да. Ну как нет, если да. Два дня подряд. Если два дня подряд обсуждали. Смотри, сын, и на Йосю. От винограда, Йосю. Сань. Можно начать лобное место? Вот я начала его уже. Ты же за правду. Ты человек, который не умеет врать. И за это я тебя всегда ценю и уважаю. Всегда, если я хочу узнать правду, я спрашиваю у тебя. Это шаташ. Да, это, конечно, все замечательно. Ты знаешь, Олечка, я тоже за правду. И, наверное, все-таки по большей части за дружбу. И у нас с Ромой состоялся диалог в административном здании, в котором мы с ним обсудили некие нюансы. И мы пообещали эту тему никаким образом больше не обсуждать. Ну, потому что он тебе вынес мозг для того, что ты его сдала. Он сказал, что иначе ничего не получится со мной, если ты расскажешь правду. Так? Оля, знаешь, я скажу так. И будешь виноват. Он тебе внушил чувство вины. А ты откуда знаешь? Нет, просто порой мужчины делают глупые поступки. Ёся знает. Вот. Главное, что в сердце до сих пор ты, грезит он на тебе и стремится к тому, чтобы тебя добиться. Я согласна, что совершают глупые поступки и мужчины, и женщины. Ну, просто я должна знать правду. Мне эта ситуация тоже ведь касается немножко. Наверное, мы все были очень пьяны, и нам очень много показывалось. Да, просто всему свое время. Наверное, я не заслужила, Саш, чтобы мне сейчас врали. У меня с вами другие отношения. Я с вами всегда откровенна, особенно когда я разговариваю на очень личные темы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!